С 1 апреля коэффициент бонус-малус будет сохраняться за водителем. Что это значит и как скажется на стоимости страхового свидетельства, сейчас эти вопросы возникают у многих автолюбителей. Банк России разъяснила особенности расчета и корректировки КБМ по ОСАГО. Для начала давайте разберемся, что же такое бонус-малус. Конечно, любой автовладелец знает расшифровку этого понятия. Но для тех, кто недавно сел за руль и только застраховал свой автомобиль, все-таки поясним. Этот коэффициент показывает, насколько аварийно ездит каждый водитель. Он может быть повышающий, может быть понижающий. Он влияет на размер страховой премии. Или увеличивает его, или снижает. С 1 апреля коэффициент бонус-малус будет сохраняться за водителем, если он не был вписан ни в один полис ОСАГО более года. Ранее человек, который долгое время не водил машину и, как следствие, не покупал полис ОСАГО, терял скидку за безаварийную езду, так как его КБМ приравнивали к единице. Если раньше в течение года водитель не страховался, этот коэффициент обнулялся. Плюс приводился к минимальному значению единицы. Сейчас этого не будет. Вся информация будет отменена. И он в любой момент с нового периода страхования будет применяться. Нововведение начнет действовать с 1 апреля текущего года. В случае, если вы уличили страховую компанию в нарушении своих прав, то за их защитой необходимо обратиться в службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России через интернет-приемную по почте или лично через общественную приемную регулятора. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!